Привет. Все эти два дня... Три минуты, да? Я по-быстрому сейчас всё расскажу. Вы про это можете рассказать, кстати. В общем, все эти два дня я был программным директором секции «Медиа». Меня зовут Евгений Невинчиной. Кто ещё не был за эти два дня и не узнал, как меня зовут. Вот. Мы на самом деле очень многое узнали. У нас были действительно, как я и говорил вчера утром, у нас будут очень интересные спикеры, а они были. И они не просто были, они нам рассказали много всяких интересных штук. Например, мы пообщались с Андреем Борисевичем из компании «Суп», которую многие из вас знают по ЖЖ, по всякому такому. И он нам рассказал много интересного про взаимодействие машины с машиной, которое сейчас используют только в автомобильных сигнализациях, а в будущем будут работать, например, на кухне, когда можно будет связывать телевизор, микроволновку и будильник, к примеру. Вот. Мы послышали Оскара Туганбаева, который уже 15 лет занимается развитием нашего телевидения. Сейчас он занимается развитием СТС «Медиа». И многие его знают, может быть, не по имени, но по интернет-проекту «Рутью», который, в общем-то, он сделал и развивал вначале. Вот. Он рассказал о том, что телевизор совсем не собирается умирать, в принципе. Он не собирается проигрывать интернету, а он собирается делать новые интересные контентные проекты, в том числе, например, рассчитанные на то, что конкретная картинка будет генерироваться на каждого человека, который телевизор смотрит. Мы поговорили очень много про то, что вот в отрасли медиа все в порядке по большому счету с идеями. Правда, идей дофига, а на каждого человека каждый день по две идеи. Но зато очень большая проблема получается с кадрами. И в этом мы пересеклись немножко с секцией образования, подумали о том, что на каждого специалиста в медиа, на журналиста, на редактора, можно посмотреть не как на человека и как на личность, а на него можно посмотреть как на набор из какого-то количества навыков. И если можно посмотреть на него как на такой набор, можно составить список этих навыков, и каким-то образом человека, который ими не обладает, попытаться очень быстро ему научить. Научить что-то писать, научить понимать и отличать хорошую интересную тему от плохой темы. Попытались немножко в этом направлении подумать Мы поговорили много про телевидение Поговорили о том, во что могут вылиться книги Как можно читать книги И параллельно, прям сразу обсуждая с помощью айпада Который подарит модернизацию Сразу обсуждать какую-то самую понравившуюся главу А в конце всего, вот этого всего, что мы послушали и пообсуждали У нас появилось несколько идей Я сейчас расскажу просто парой слов про несколько из них А про самую такую вот выигравшую в результате голосования Я позволю рассказать одному из команды Вот, была идея у нас по образованию Ребята предложили сделать проект, который позволил бы Очень быстро, в сжатые сроки получить знания по какой-то конкретной теме Например, починки экранов, протекающих труб Не просто там посмотреть какой-то ролик, почитать что-то, теорию А прям вот там же, вот в сию же секунду попробовать в 3D смоделировать И повторить определенную моторику, чтобы научиться применять эти знания на практике А потом еще позволить другим людям, которые этому всему обучаются Проконтролировать твои знания Вот, причем это подходит не только для починки труб Это проходит, например, при аналитике показателей Профит лос какой-то машиностроению, например Вот, потому что в любом на самом деле действии профессиональном Есть определенная моторика, которую можно выучить Другой проект был посвящен Возможность отказаться вообще полностью от всей инфраструктуры От всей бюрократии на каком-то медиаканале От редакторов, от чего угодно Была идея, которую представили вот у нас на проекте Что можно позволить человеку, вот самому конкретному человеку Формировать то, что он видит Пассивно просто наблюдая там за экраном А формировать это посредством каких-то сигналов Которые от него просто поступают То есть предположили, что возможно с помощью определенных Не уточненных просто в проекте способов Снимать информацию о настроении, о желаниях человека С помощью, не знаю, температуры тела, еще чего-то, блеска в глазах И показывать ему именно то, чего он в данный момент хочет Вот Было еще несколько интересных проектов На них я не буду застрять внимание Но вот выиграл, например, у нас проект по созданию мультиков Как способа обучать детей Чтобы позволить родителям заказывать мультики за определенные стоимости И более подробно я позволю презентовать просто этот проект Вот одному из создателей Прошу его на сцену Пара слов, да, нет, это не будет в конце У меня есть проблема, у меня есть Аристарх, Архив и Егор Их как надо обучать, они не слушают меня, они не читают, но смотрят мультики Я решил прибегнуть к хитрости Создать им мультик, в который я вложу свои мысли Вот, но я ничего не понимаю в мультиках И я ничего не понимаю, как не только их рисовать, но и как правильно их писать Но есть задачка Поэтому я подумал, что, наверное, я не единственный родитель, который с такой задачкой сталкивается Почему бы не создать сервис, который позволил бы одним родителям заказывать эти мультики Другим родителям, которые, может быть, родителям, другим профессионалам, которые умеют писать сценарии мультиков Писать эти сценарии На сервисе, в методах голосования, мы выбирали бы лучший сценарий для мультика А затем машина, нам кажется, что мы сможем автоматизировать процесс создания мультиков Создавала бы этот мультик В результате, одни родители довольны Вторые родители, сделавшие тоже довольны, сейчас расскажу как Потому что, если мы сможем сделать серию из мультиков с одними и теми же героями Я хочу такое порно Для этого тебе нужно завести сначала детей Итак, если у нас будут герои, которые идут сквозь хотя бы 50 серий мультиков Эти герои станут популярными Это нам, как Юля объяснила, можно монетизировать через мерчандайзинг То есть продавать кепки, бейсболки, майки, сувениры с этими игроками Можно монетизировать через спонсоров То есть, если герои станут популярными, эти мультики будут смотреть большое количество детей Наверняка Нейсклик захочет как-то забрендировать маечку Или там холодильник в доме, где происходит ситуация А также Еще один способ А, да Мы наверняка сможем создавать более качественные мультики Для того, чтобы продавать их на телевидении Например, в ту же самую программу «Спокойной ночи, малыши» То есть, это будет тогда увеличенная версия этого мультика Итак, еще раз Родители ставят задачку Другие люди, которые понимают, как создавать сценарий мультиков, пишут сценарий Сервис по методам голосования отбирает лучшее Программка создает этот мультик и удовлетворяет родителей Нам же достаются доходы от мерчандайзинга, спонсоров и продажи контента Частью контента мы делимся с теми, кто писал сценарий А на все остальное мы просто обогатеем Все, спасибо Спасибо, Олег Вот, я бы хотел подчеркнуть, что вот эти вот пару идей, которые я сказал до этого Вот так вкратце И вот это возникло не просто вот как-то в голову кому-то одному пришло, да? Это все возникло в результате двухдневной работы Людей, которые друг с другом совершенно не знакомы Мы специально собирали группы из людей, которые знакомы друг с другом меньше всего Потому что многие сюда приходили по двое, по трое И вот мы их как-то разбивали и заставляли работать вместе Мы заставляли вместе их говорить о том, какие проблемы вообще в принципе сейчас существуют Какие есть потребности А потом дали возможность в виде игры, соответственно, вот что-то придумать, какие-то продукты Получилось, в общем-то, довольно неплохо Спасибо вам большое за то, что вы пришли И будем видеть вас в будущем, ради которого мы, в общем-то, собирались сегодня Спасибо